Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. На юге Молдова в рекордно короткие сроки была построена от Бессарабяски до Березина, Украина, 23-километровая железнодорожная ветка, соединяющая два города. Железнодорожный участок проходит в обход Приднестровского региона на востоке Республики Молдова. В конце июня я подписала с моим украинским коллегом министром инфраструктуры Александром Кубраковым меморандума взаимопонимания по развитию железнодорожного участка Бессарабская Березина. После двух месяцев напряженной работы по строительству 23 километров железной дороги, пришло время запустить этот участок, который был введен в обращении с сентября. Первоначально для перевозки грузов, говорится в сообщении министра инфраструктуры Андрея Спыну. Железнодорожная линия Бессарабяска-Березина не использовалась с 1997 года. Однако восстановление 23-километрового участка было проведено железнодорожниками в рекордно короткие сроки – за полтора месяца. После реабилитации участка железной дороги по территории Украины и 1-километрового участка на территории Молдовы между станциями Березина-Бессарабяска будет запущено железнодорожное сообщение Белгороднестровская с портами Измаил и Рени. Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка позволит республике Молдовы экспортировать и использовать товары через украинский порт Измаил на Дунае. В свою очередь, Украина сможет восстановить импорт из Молдовы и ЕС. Добавим, председатель парламента Игорь Гросу обратился к послам Молдовы с призывом представить опыт других стран, чтобы иметь возможность гармонизировать национальное законодательство с законодательством сообщества. Обращение Гросу прозвучало в ходе встречи с участием послов, состоявшейся 18-19 августа на заседании дипломатов Республики Молдова, организованной Министерством иностранных дел и европейской интеграции. Рассказал дипломатам о парламентской повестке и о том, чего мы достигли за год мандата. Реформа юстиции остается приоритетом, и чистка системы уже началась. Мы проголосовали за закон, позволяющий заочно осуждать беглецов и конфисковывать украденные активы. Мы начали внеочередную аттестацию судей и прокуроров, чтобы те, кто защищает воров, больше не могли работать в системе. Еще одним приоритетом правительства является обеспечение энергетической безопасности Республики Молдова. Это очень сложная система, однако впервые решения принимаются в национальных интересах, а не в иностранных. В последние месяцы все начало меняться. Нам еще многое предстоит сделать, и в очень ограниченное время сказал Гросу. Председатель парламента констатировал, что на следующей парламентской сессии предстоит много работы, и перечислил некоторые задачи. Для следующей законодательной сессии у нас амбициозная повестка дня, и во всех этих процессах реформирования институтов, модернизации Республики Молдова приветствуется опыт стран, которые прошли через подобное. Пользуясь случаем, мы призвали послов представить нам опыт своих стран. Кроме того, статус страны-кандидата Молдова требует более интенсивного сотрудничества между дипломатическими миссиями и парламентом. И в качестве председателя законодательного органа я заверил в полной открытости в этом отношении. Нам нужна хорошая правовая база для гармонизации законодательства с законодательством сообществом. Нам нужны хорошие законы в интересах гражданина, над чем мы и работаем, сообщил дипломатам также Игорь Гросу. Он также обратил внимание молдавских дипломатов на то, что они должны уделять больше внимания диаспоре. Еще одной важной темой стал активный диалог с нашими гражданами за рубежом. Крайне важно, чтобы наша дипломатическая служба делала все, чтобы помочь молдаванам из диаспоры. Нынешние власти приступили к обширному процессу реформ. И в этом процессе послы играют важную роль. Четко донести следующие посылы. Мы строим в Молдове страну для людей, и Республика Молдова – маленькая страна, но с большим сердцем заявил в заключении Гросу. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok